всем привет я виктор стельмах и это мой видеоблог стельмах про авто я рассказываю здесь о том чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей сегодня я в испании на тесте нового четвертого поколения kia sportage или как его называют корейцы sportage посмотрим что это за машина с самого начала отлично видно что новый kia sportage получил новую внешность он стал более агрессивным и в некоторых ракурсах даже напоминает ой не побоюсь этого слова porsche macan особенно если вы посмотрите на вот эти вот четыре светодиодные фары внизу и на вот эти вот фары вверху на капоте теперь появились волны и sportage стал более агрессивным чем был раньше конечно автомобиль стал симпатичнее но изменилась не только внешность прежде всего он стал на 40 миллиметров длиннее а его колесная база увеличилась на 30 миллиметров это значит что пассажиры заднего ряда сидений получили дополнительных целых 7 миллиметров места для ног сзади фары нового kia sportage 4 поколения можно сказать подозрительно напоминают фары бмв или если хотите они похожи на очки дизайнера тома форда автомобиль вышел яркий симпатичный и я специально взял для начала kia sportage в комплектации gt-line это самая дорогая и самая полная версия kia sportage которая может быть отличительная особенность этой версии это вот как раз эти самые четыре светодиода фарах противотуманных которые напоминают porsche также здесь специальный дизайн колесных дисков между прочим диски 19 радиуса а вообще на спортаже будут диски от 16 до 19 радиуса автомобили будут с бензиновыми и дизельными моторами коробки передач автические механические шестиступенчатые привод передний или полный чтобы не было мыслей о том что это внедорожник потому что это всего-навсего кроссовер дорожный просвет нового kia sportage 182 миллиметра ну что нажимаем кнопку старт и поехали только сели за руль проходим серпантин и пытаемся понять какая управляемость у нового спорта же потому что везде во всех релизах было написано что он стал более спортивным для того чтобы это проверить мы специально взяли машину с двухлитровым 185 сильным дизельным мотором и ручной шестиступенчатой коробкой передач таким образом мы сможем полностью оценить действительно ли спортер стал спортивнее на испанском автомобиль правда автобаном его по большому счету назвать сложно потому что ограничение скорости 120 километров в час но зато мы можем проверить динамику разгона двухлитрового 185 сильного дизельного мотора с механической шестиступенчатой коробкой передачи отлично естественно отзыв на педаль газа и динамика неплохая у этого автомобиля с таким мотором динамика разгона до 100 километров в час около девяти с половиной секунд во всяком случае так обещает производитель сколько на самом деле мы к сожалению проверить не можем но по ощущениям девять с половиной секунд у него четко в салоне нового kia sportage мягкий новый пластик очень хороший и здесь мягкий пластик а на задних дверях пластик жесткий так обычно сейчас и делаем руль регулируется по высоте и по вылету вот такая вот приборная панель все сделано очень качественно и добротно у нового kia sportage комплектации gt line очень хорошее оформление салона и есть несколько важных кнопок вот эта кнопка помощь при спуске с холма эта кнопка блокировки межосевого дифференциала а вот эта кнопка выбор режим движения то есть при помощи этой кнопки можно выбрать режим спортивный динамичный или обычный или экономичный кроме того шестиступенчатая автоматическая коробка передач имеет еще режимы ручного переключения псевдо ручного переключения передач красивый салон и самое интересное что вот эти кожаные перфорированное сидение с вентиляцией о чем тоже говорят кнопки которые здесь находятся вон сиденье с вентилятором а также есть подогрев руля вот кнопочка подогрева руля а вот кнопочка вентиляции кожаных сидений это уже уровень премиального автомобиля вот так работает камера заднего вида с направляющими очень хорошо показывает куда поедет машина когда вы поворачиваете руль это очень удобно на 2 и и и и и и и и Багажник в новом Kia Sportage стал больше на 45 литров. И здесь в этом багажнике у нас, здесь нету, а в Украине будет полноценное запасное колесо, но багажник двухуровневый. Новый Kia Sportage стал длиннее на 40 мм и на 30 мм у него стало больше места на задних сидениях. Место для ног пассажиров. Вот я сажусь за водительским креслом, которое настроено под человека ростом 1,95 м. У меня еще до коленей больше, чем ширина ладони от коленей до спинки переднего водительского кресла. Но самое главное, что заднее сидение вот так вот легко складывается. Здесь есть такая рукояточка, надо ее поднять. Оп! Сидение сложилось. И в задних сидениях регулируется наклон спинки, что, естественно, намного удобнее и делает езду задних пассажиров комфортнее. Конечно, четвертому поколению Kia Sportage, несмотря на все его преимущества, далеко до Porsche Macan. В этом никто и не сомневался. И этого от него никто не ждет. Ни динамики, ни управляемости, ни комфорта Porsche у него нет. Но за свои деньги, а цены на Sportage стартуют примерно с 22 тысяч долларов, автомобиль совсем неплох. И по динамике, и по управляемости, и по комфорту он ведет себя вполне достойно. А самая большая разница между дорогим и бюджетным Sportage в комплектации, а не в моторах. Потому что, по ощущениям, дизельный 1,7-литровый 135-сильный силовой агрегат не намного медленнее едет, чем 2-литровый 185-сильный. Зато 1,7-литровый дизель значительно дешевле. С комплектациями все более явно. В базовой отличие от GT-Line колоссальное. И дело даже не в том, что в GT-Line есть кожа, есть вентиляция сидений, есть подогрев руля. В базовой версии даже шумоизоляция салона хуже. И уже после 120 км вы слышите и аэродинамические шумы от зеркал, и то, как под днищем пролетают маленькие камушки. Но самое главное, что в базовой версии вам не удастся покрасоваться, потому что там нету 4-х светодиодов, которые делают Sportage похожим на Porsche Macan. Зато подвеска и в базовой версии, и в GT-Line очень комфортная и хорошо подойдет для наших дорог. А пластик в салоне даже в самой дорогой комплектации далеко не везде мягкий. Тут равноправие. И главный аргумент в Sportage, помимо яркой внешности, это его цена. По сравнению с конкурентами, а это Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson, Sportage минимум на 15% дешевле. И это больше, чем та скидка, которую вы сможете выдавить для себя в автосалоне, причем даже на прошлогодние машины. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стель Магдас Авто» на Радио Вести. И, конечно, ставьте лайки.